Сегодня заседание по делу крушения Булгарии снова чуть не сорвалось из-за неявки одного адвоката. По той же причине было отложено и предыдущее. И все-таки начали с опозданием на час. Алектина Макарова тоже плавала на Булгарии в июле 2011 года, только за пару недель до трагедии. Когда в ресторане мы обедали, тарелки с жидкостью, там с первым блюдом, это все склонялось на одну сторону и выплескивалось во время этого. А потом даже этого не нужно было, просто он был кривой. Старенький, такой весь неухоженный. Столкнулись с тем, что нам не выдавали долго белье и не хотели вообще выдавать, потому что не готов, как бы был к рельсу. По словам Алектины Макаровой, теплоход всю дорогу опаздывал. В Самару пришли с четырехчасовой задержкой, а назад в Казань в час ночи вместо шести вечера. Причем без эксцессов не обошлось. Очевидцем одного из них стала дочь женщины. Она сказала, что в машинном отделении идет какое-то ЧП какое-то случилось, потому что меня даже не пустили. Вышел оттуда весь закопченный механик и сказал, тушите, тушите, сейчас вообще, говорит, загоримся. Обо всем этом свидетель Алектина Макарова должна была рассказать суде еще в начале прошлой недели. Но заседание отложили. В сегодняшнее заседание суда по делу о крушении Булгарии вновь оказалось на грани срыва. И как и в прошлый раз, причина неявка одного из адвокатов подсудимых потребовалась его срочная замена. В результате судебный процесс начался с опозданием на час, с допроса свидетелей. Постоянные задержки бич этого судебного разбирательства. Мы заранее не знаем, едем на заседание, будет оно, состоится оно или нет. Приезжаем и здесь, как в народе говорят, как обухом по голове. То одного нет, то другого нет. Так затягивать процесс нельзя. Сегодня я хочу напомнить 772 день со дня крушения. И 47-е заседание. 47-е. А мы еще ни одного слова не задали обвиняемым подсудимым. Причем претензии не только к адвокатам, но и к самим потерпевшим и свидетелям. Осталось допросить 8 потерпевших и 40 свидетелей. Суд выносил неоднократно постановление о принудительном приводе потерпевших. И в том числе, если не будут являться свидетели, суд принимет решение походаться со стороны государственного обвинения о принудительном приводе свидетелей. А пока, чтобы не усугублять ситуацию, параллельно с допросами проводится исследование материалов дела. Следующее заседание суда завтра. Инна Данилова, Тимур Гатаулин. Вести. Татарстан.